Всем привет на канале Тимура 11 ТВ. Сегодня мы продолжим читать книжку «Харри Поттера и тайная комната». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали полностью главу, которая называется «Оборотное зелье». Сегодня начнёт глава, которая называется «Волшебный дневник». Ну что, поехали? В больничном крыле Гермона провела несколько недель, но решительские каникулы подошли к концу, все вернулись в школу, и исчезновение Гермоны породило целый волну слухов. Кое-кто был уверен, что она и подверглась нападению от желающих. Навестить её не было отбоя, и мадам Помфри пришлось поставить вокруг её кровати шерму, ведь у Гермоны всё ещё вместо лица была кошачья морда. Появиться перед всеми в таком виде девочка бы этого не принесла. Рон и Гарри навещали её каждый вечер, а когда ночью с семестром не принесли ей все домашние задания. Если бы у меня выросла бояда или там львиная грива, я бы устроил себе ещё одни каникулы за игру, он как-то вечером сваливает кип книг на стол возле кровати Гермоны и говорит глупости, Рон. Ты бы отстала от класса живого тучего Гермона. С лица у неё исчезли, чёрные волосы, глаза снова становились карые, и настроение её заметно улучшилось. У вас нет ничего нового добавила на шобода, чтобы не услышал мадам Помфри? Ничего, он ответил Гарри. Я был так уверен, что это нов, и в сотый раз посоветовал Рон. А что это у тебя? Спросил Гарри, увидев обрамленный золотой каймой карточку, торчащуюся под подушки. Просто поздравительная открытка, поспешно ответил Герри, нападаясь в толкать её подальше. Рон оказался проворовнее. Он взвлёк открытку из-под подушки, раскрыл и пришёл слух. Мисс Хренчер с пожеланием скорейшего выздоровления от преисполненного сочувствия профессора Савдапуста Локонса, кавалера Ордена Мерлина третьей степени, почётного члена Лиги защиты тёмных сил и пятикратного победителя конкурса журнала «Магический ежедельник» на самую обворожённую улыбку. Рон корреснённо посмотрел на Гермона, и ты хранишься под подушкой. От неприятного разговора Гермону исправила мадам Помфри, явившаяся свечой непольца и лекарств. «Не пойму, Локон, ты самый умный, что ли?» — сказал Рон подруге в Гриффиндорской башне. «Пора бы сеться в Рокиснех, только им задал, дай бог, выполнил к шестому курсу». Рон заметил вслух, что надо было спросить у Гермона, сколько корресиных хвостов добавляют в тыбовольствовое зелье. Вдруг с третьего этажа тут дел гневный лопуль. «Это Филч узнал голос Гары». Друзья бросились вверх по лестнице, напряжённо прислушиваясь. «Думаешь, ещё на кого-то напали испуганно?» — спросил Рон, становившись на дороге. А Филч продолжал бушевать. «Опять для меня работа, убираться здесь всю ночь, как будто других дел нет». «Ну, ждутки, всему есть предел. Немедленно я иду к дам бодру». Шаги его затихли, было слышно, как где-то вдалеке хлопнула дверь. Друзья завернули за ухол. Филч, похоже, только что покинул свой наблюдательный пост. Они опять стояли на том месте, где кто-то напал на миссис Норрис. Друзья сразу поняли, почему так разошёлся бедняга скрип. В коридоре стоял настоящий потоп, и вода, кажется, всё перебывала. Затекло из-под двери туалета. Плакся Миртл. Воплими филча стихли, их сменили с тянаниями мертвого, дрожавшейся от каменных стен. А с ней это что? Вдохнул он. «Пойдём посмотрим», — предложил Гарри. Приподняв полы, мантии выше щековы. Друзья перебрались в поводек дверей с табличкой «Туалет не работает», и, как обычно, не обратив на неё внимания, вышли. Плакся Миртл, рыдала громко, надрывно, как никогда. В туалете царила тьма, свечи смыла потолками воды, заливающие стены и пол. «В чём дело, Миртл? Кто там это звалось, несчастная Миртл?» «Прошли швырнуть у меня чем-нибудь ещё». Галя дошла вброд до её кабинки. «Это почему я должен тебя чем-то швырять?» — присылал он. «Откуда я становился?» — голосила Миртл, появляясь из сливного бочка. «С очередной волной, обрушившись на пол. Я вот сижу, занимаюсь свои видео, никому не мешая, вдруг я начинаю швыряться книгами. У тебя больше ничего не случится. Книга просто пролетит сквозь тебя, и всё». Сказав эти слова, Гарри тут же рассказывался, и Миртл взнула наверх, и срочно заупила. «Значит, надо швыряться за бедную Мирту?» «Она всё равно ничего не чувствует. Десять баллов тому, кто попадает ей в живот. Пятьдесят, кто уходит в холл. Чудесная игра. Умнее она что-то не по нутру». «А кто всё-таки в тебя швырялся?» — спросил Гарри. «Понятия не имею. Я здесь расположилась в колене Стефона. Преддаюсь мыслям о смерти, а эта штука пронзает мою макушку. Миртл взвирепо посмотрела на друзей. Вон она под раковиной, и её туда смыла». Ну вот и всё. Мы прочитали первую часть главы, которая называется «Волшебный дневник». В следующей серии начнёт вторая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур 11 ТВ. Всем пока!